наконец-то я сняла свою эту куртку довольно жарко было я короче пошла вам все чеки озвучила пошла я в офис за кофе как раз камеру выключила мамунка позвонила я и перезвонила она мне началось сообщение писать что все типа спать пошла вот я потребка взяла и пошла захожу мы начинаем там разговаривать но с этими парнями которые там работают там вот про это награждение которое через месяц должно быть но это не значит что кого-то кого-то конечно могут смотря кто сколько голосов на мой взамен вряд ли кто-то голосовал то что я новенькая и я не особо так прям общаюсь это я тут живу просто поэтому я так кое с кем общаюсь а так меня же никто и не знает поэтому я не думаю но номинация есть 12 как на оскар номинировать могут сколько угодно а как бы вот ну и когда если вы там что-то выигрываете там ну дают нам какую-то грамоту какую-то статуеточку тому что-то такое знаете типа про шейшин там ну благодарности что-то такое по поводу денежной эквиваленты не знаю то есть в той компании в одной из компаний где раньше работала если вы там выигрываете работник месяца но здесь у нас нет такого по моему потому что есть но я чего такого не знаю по у нас нету попутник месяц надо спросить все компании по-разному это все организуют поэтому я не знаю но то что ежегодно здесь да такие какие-то бывают такие номинации знаете но в основном за год не за месяц там не это вот именно ни разу не слышала что весь как-то номинировались на месяц за месяц или там за три месяца а вот так компаний в одной из компании где работала была была такая система если ты выигрываешь работник месяца то тебе по моему 100 долларов дают а если работник года то по моему что-то до 1000 долларов что ли могли дать как премию еще что-то но я могу ошибаться может быть меньше не знаю но за работник месяца 100 долларов давали здесь если выигрываешь не знаю надо будет спросить потому что я знаю что кое-кто уже брал награды не в прошлом помог позапрошлом году наверно да вот это еще там в 2003 по моему нет опять же брал награды после шести пяти шести лет работы в компании пока тебя все узнают пока там тоже голосовать же никого не не так вот не попросишь не заставишь это вот люди сами как бы да ну может быть они там и между собой договариваются и там я за тебя там ты за меня может я не знаю ни с кем это не обсуждал я там сама она не проголосовал и все но я медуза работников кого вот я знала по моему там для всех место нашлось вот кого я знала я в стеку всех туда вписала влепила вот а кто за мной на вряд ли я думаю потому что что там я мало еще совсем компании и мы только на одном были на на одной вечеринке вместе все они там уже друг друга как-то знают уже давно перезнакомились может быть и общаются после работы там как-то не знаю еще же многие парами как бы ты уже правильно там встречаются за обедом и так далее у меня я поскольку одиночка особо не с кем так и ну с женом тоже мы уже особо не поддержим так здороваемся но тоже обособленно как-то держится но он в принципе тоже сравнительно недавно работает вот а да вообще в принципе в прошлом году очень много новеньких появилась не знаю в общем просто есть какие-то люди которые очень такие знаете вот как вот как в школьные годы или в университетские когда вот то вот старостами выбирают таких вот которые более активные и они везде как бы вот успевают есть такие но я как-то пока что к такой категории не отношусь так как не получается везде успевать ну общительные прям есть очень такие люди которые без мыла как говорится влезут ну расскажу такие буквы какие будут эмоции чем мы еще даже не можем договориться как туда ехать кто сам по себе кому оплачивать нет ну вообще сказали оплачивать будут ну не знаю не за будет видно я просто вести не хочу я как бы поехать то и хочу вроде бы как ну вот именно вести кого-то и я и себя ты особо вести хочу потому что два часа два с половиной ехать по трафику и обратно также то есть ну вот этот усталость от дороги не знаю там высидеть надо понимаете плюс сказали там нарядное платье не знаю нарядное платье надо еще найти его еще надо купить то есть это как ладно короче я пошла в офис разговариваем и заходит вот этот мужик с которым мы у которого я провела день благодарения который приглашала в родительский дом и все такое я его с тех пор не видела по вообще или я вот думаю может быть я его увидела он проезжал мимо но я не помню его машину сейчас я рассмотрел на какой он был он был на какой-то белой тойоте может быть тойота раф там может быть еще по эта модель ей просто я увидела вот этот значок и она передом эта машина стояла не видела что у нас задуманий я как бы не очень каждую модель прямо так могу отличить по размеру это вот внедорожник какой там это не знаю но не супер какая-то новая это прямо что уже на ней довольно гоняет давно просто когда я у него была у них куча машин стояла в ряд и небо не могла понять какая его машина я и не спрашивала на чем он ездит если честно но это не очень многие американцы примутка вот прям те кто здесь родился вырос они очень любят тойоты они очень любят honda и вот они прям принципе даже если у них позволяет средства там купить что-то подороже они в основном вот на таких того что если вам не перед кем выпендриваться если вам просто по хозяйству машины нужна еще то либо это будет как какой-нибудь тойота либо это будет какой-то внедорожник тойота да бахон да ну то есть вот как-то еще они любят dodge но это их форт ну я надо лучше ездила какое-то время арендована мне была машина она неплохо конечно но я бы например себе бы не выбрала да про ford тоже неплохая довольно симпатичненько мне некоторые модельки но тоже знаете не из дешевых может dodge да и dodge наверное не знаю они не очень экономичные как-то да то есть расход у них большой все я так конечно не спец особо но я могу сказать что вот сколько я знаю прям таких американцев которые именно без выпендрежа они выбирают вот тойоту выбирают honda вот на них гоняют которые вообще очень умудренные вот например когда я работала в дилерской мы доставляли машины естественно с водителем было этому водитель уже был 80 лет он говорит ну я работаю пока здравие и не закажешь кому доверять на такие дистанции он доводит хорошо и ничего но дело в том что человек таком возрасте очень велика вероятность как бы сами знаете да поэтому я тоже это все-таки риск большой тем более он везет пассажиров не знаю правильно ли это но он себя как бы чуть-чуть что он может водить и он и говорит есть будет вот сейчас для себя я выбрал меня же наградка что любит понтануться любит какие-то новичок говорит мы же нет не доедам последний кусок ли поэтому быть можем себе позволить ну вот жена говорит очень любит всякие такие лакшери для нее для себя он говорит я бы выбрал какой-нибудь киев или например хундаи то есть это может быть машины которые более как бы подешевле но он вот я не вижу они ничем не уступают и они более экономичные и их очень легко содержать в сравнении даст многими другими то есть ее можно даже самим и подремонтировать если что потому что если вы свяжетесь с немецкой какой-то машиной но это хорошо когда она на ходу и все нормально это одно дело когда от надо что там найти заменить или там это это просто вот но геморрой потому что раньше это надо было все заказывает долго ждать сейчас я не знаю когда вот эти все заводы перемещаются вроде как сюда я не знаю как это будет работать но это всегда геморрой на то есть имеете машину немецкую это всегда готов бюджет то есть я должна быть все время какая-то сумма в кармане на тот случай то есть когда у меня была эта машина до это нас то есть я столкнулась с тем что надо поменять там детали это дорого вот поэтому принципе не могу ничего советовать ну вот мужики которые разбираются они говорят да вот типа хундай кия перед хорошие такие машины типа и не смотрите на то что там типа они дешевле то есть они не видят ничего такого и это человек у которого но есть возможность себе позволить более такую хорошую машину вот он искал из тех которых он знает по моему полисад он сказал и может быть еще что-то не знаю когда я работала еще из допустим клиенты приходили спрашивали киа соренто по моему соренто они спрашивали это же полисад вот эти вот две модели хундай по моему полисад да и киа соренто вот этого обуви на дорожника и вот они как-то более пользовались спросом то есть их искали вот именно в поддержанном виде я за эти модели ничего не знаю я думаю что если зам если машина попалась хорошая исправная и вы о ней хорошо заботитесь в принципе почему нет какие редко я здесь встречаю вот здесь очень редко я вижу mitsubishi или mitsubishi как он знать очень редко на дорогах вижу эти машины практически они не пользуются здесь спросом subaru часто вижу разные модели тоже не могу сказать какую больше вот очень много subaru в дорогах вообще очень много японских машин преимущественно даже сказала но если бы берем вот именно такой образ жизни как одноэтажная америка то я бы даже сказала что наверно предпочтение лучше отдать японским машинам потому что делать на немецкие здесь просто ничего просто ничего на них делать немецкие машины созданы всяком случае по моему мнению для немецких дорог для их автобанов там это они там специальных под это приспосабливали а здесь мы просто смысл просто покупают люди показать статус попантоваться по поводу кстати безопасности до недовольно безопаснее но как бы сетка она со мной не здоров и и муж со мной здоровается вот этот другой сосед тоже со мной здоровается она никогда не здоровается вообще никогда хозяин барин я даже когда мы с ней увиделись она пришла они пришли тоже на какой-то тут забанду в офис я как бы типа с ними заговорила ее муж как бы улыбается все это она ну да типа здрасте здрасте все вообще я не знаю в чем ее проблемы но вообще не знаю в чем проблема этих людей которые имеют к тебе в какой-то это тюта как это называется но ты не знаешь чем причина типа может быть лично антипатия или что ну зачем это показывать неужели нельзя просто улыбнуться и поздороваться смысл вот это вот не знаю да пофиг на них чё я обращаю внимание другие соседи все со мной здороваются она одна такая но все пару соседи со мной здороваются все-таки вроде как бы улыбчивые доброжелательные но вот эта соседка которая с другой стороны вообще не с кем не за они только не по со мной на вообще не с кем здорово а вот это я врю она со всеми здороваться со мной не особо вот это я заметила прям ревнуют мужика своего нет вообще никого повода вообще его повода мы с ним вообще не общаемся мы просто здороваемся ладно так вот короче я про что он а про машины рассказывала а я увидела на какой он машине на дает теперь я знаю хоть на чем он ездит вот и я была как бы в офисе там кофе наливала водичку это доставала и мы разговаривали меня не там советовали какое платье надеть короче ну мужики и он заходит а я увидела и думаю но делать вид что я его не знаю или там не разговаривать смысл может просто после этого не виделись после вот это все всех этих ну как после этой переписки нашей да я просто вам помахала ручкой ну типа мне так проще а то получится к ситуации как с тем соседом помните про которым видео записывал что неловко как-то я его увидела и вроде как сама не поздоровалась и он не поздоровался и вроде как чувствуешь себя стран как будто чё-то кому-то должен хотя ничего никому не должен я думаю чтоб такой ситуации не было я лучше просто поздороваюсь и все там видно будет ну и вот я помахал и он такой раз улыбался помахал мне тоже и там что-то пошел спрашивать у женщины которая там на ресепшене у них сидит а я все с ремонтиками разговаривали они мне советовали платье какое показывали мне я говорю что свадебное начали так ну короче про платье они мне показывали в чем они пойдут какие-то костюмы там все а этот в шортах в шлепках футболки как на дачу собрался короче но он там не говорил что пять дней в неделю здесь а потом выходные пятницу после обеда к родителям едет но это обычно его графика это он без собаки пришел я думала они собакой тут же вот ну и он заходит туда где я и они там спрашивают а где там ассистент менеджера он только был вот секунду назад и он куда-то вышел а я даже не знаю ну я тут пожалуй плечами типа я не знаю этот ремонтик да наверное может в туалет пошел ну а ну ладно и это и женщина предлагает давайте кофе там воду он говорит да да я попью потом кофе тепло и воду вот ну и они опять туда к ней уходит а я пошла взяла кофе взяла воду ну и смотрю выходит этот ассистент менеджера этот мужик заходит туда в комнату а я выхожу с кофе и с водой и собакой и мы как бы уходим ну прежде чем уйти ему надо обоссать вот там елку там елочка в офисе стоит он пока туда не насыт он не уйдет и он даже туда и не зайдет пока он тоже не нас он ее метит постоянно эту елку она ему не дает просто покоя это его кошмар и он вот тут просто на эту елку реагирует как кот на мяту наверное вот он просто не может без нее жить спокойно обязательно надо на нее наступить ее вот так вот как-то так обнюхать толкнуть пометить как то вот не знаю бедная елка вот и я смотрю буквально полминуты не прошло этот мужик вылетает за мной то есть это то он пришел обсудить какие-то свои там до вопрос но он вылетает типа за мной может быть что-то взять машине может быть не знаю и начинать со мной разговаривать его типа ой я сразу угадал что это собака твоя типа называет его по имени знаю что этот рэппер но я чуть теряться думаю ну я же не буду молчать я говорю говорю а где же ваша собака ну твоя типа где он говорит я ее отвез к родителям она сейчас там живет и я говорю а я думала выбор оба тут живете ну я помню что он мне говорил что он собака типа он же не беру что он с ней каждое утро и каждый вечер гуляют на в собачьем парке а с тех пор и ни разу там не видела момент проходили я там не часто гуляю но когда мимо прохожу и ни разу его там не видела вот и он не ну он говорит ну мы жили тут типа ну не знаю что потом случилось у меня не скал но говорит а ты как типа как у тебя дела там все нормально я говорю да я переболела только что обычно они все говорят нормально нормально чтобы типа не грузить друг друга но я решила думаю как бы отвечу как есть потому что ну нормально нормально это чисто галочку поставить просто отвечу как вот какой рисунки да ну вот вот в недавнем прошлом как я поживаю я бы ряду переболел не знаю какой-то вирус там ли что не знаю ковик не ковик там у меня что пропали запахи я не могла как-то особо не чувствовать ну и кофе у меня и держу кофе и пытаюсь как бы типа ему показать что я чувствую заправлю вот вот кофе там не могла чувствовать он говорит ну часто ты свой кофе чувствуешь он такая горит ну да с так но сейчас чувствую просто тот кофе которыми на тот момент был он какой-то сильно сливочный был там прям пен такая была и он пах молоком а молоко же она не так сильно как бы как вот кофе вот сейчас вот он кофе у меня да про пахнет кофе а то не могла понять ну я как бы ему не стал уже вдаваться в подробности ну да как типа пахнет а ну понятно и якобы пошла вот так другую сторону потому что там уже он пошел вроде как своей машине а меня в другую сторону надо и он вроде как может быть что-то хотела сказать или нет ну а ну понятно типом обычно когда заканчивается сбор говорит типа хорошего дня или там что ты ничего не сказала просто ну типа это и я не видела уехал он или может быть он что-то забыл в машине и достал и пошел опять в офис я как бы такого не делал поэтому не могу сказать и я не оборачивался ничего просто пошла но я к своему можно сказать удивление никакого дискомфорта не почувствовала вообще то есть и я общалась так как будто мы не виделись и не переписывались и ничего и вот принципе это вот как очередная моя догадка подтверждается что веди себя как ни в чем не бывало ну почему я должна себя ставить неловкое положение да и я могу с ним общаться поздороваться там просто я могу не проявлять инициативу ой как у вас дела там я могу да это не ну например ответить на вопрос я могу в чем проблема поэтому вот когда если вас вернуться вот к тому парню когда мы когда я почувствовал неловкость мне кажется это не потому что я а потому что он все-таки это 100 процентов не я это он вот из-за этого он как бы сам не не уверен в себе и свою неуверенность переносит как бы на других людей у меня такой вот потому что вот сегодня я не вообще то есть получается мне надо брать инициативу чтобы не чувствовать дискомфорт мне нужно 1 здороваться типа чтобы не чувствовать диском то есть не чувствовать свою ответственность за это общение понимаете как то есть они не могут на себя взять эту ответственность и типа сказать ой аня привет там типа как дела вот поживаешь было там они не могут а я как бы это в порядке вещей и спросить как дела и я себя тогда хорошо чувствую а если я проигнорирую и они типа мне ничего не скажут то я буду думать блин а что почему аж ну как вы знаете думаю нафиг мне это надо лучше я просто поздороваюсь помышу ручкой улыбнусь там и они как хотят пусть вообще пофигу на них вот такие вот у нас мужской повод такого качества пошел качество испортилось однозначно вот так что теперь можно сказать если там допустим увидимся если он не переезжает конечно что он может он приходил сказать что он там допустим не продлевает контракт что у него уже по-моему заканчивается он стал до июня что ли не помню я что он мне говорю вот и сейчас как бы начинает за два-три месяца спрашивать вы продлеваете не продлеваете вот он короче может допустим вполне у переехать к своим родителям то что если он собаку уже оставляет у родителей то мне кажется что в принципе ему эта квартира уже не нужно ну смысл за нее платить может там для него куча там целая спальная для него до выделена сестра приезжает только по выходным и они там как бы в кругу семьи проводят время у него идеальная я бы сказал вот реально идеально жить когда он один где-то там жил на юге мне кажется это не было так круто как сейчас он видит родных каждый день он видит родители он видит сестру и с мужем сестры там может быть во что-то играют общаются на какие-то мужские тем с отцом там да то есть не прям в бабе мтого коллективе и мне кажется это очень ценно поэтому нет даже думаю что это наоборот хорошая идея переехать в родительский дом но как бы разговор дальше не пошел поэтому и за сама я спрашивать конечно не буду если он мне там как-то потом расскажет может быть увидимся еще или что вот это чтобы очень часто бывает вот так мало с кем-то увидимся и они меня начинают потом написывать не исключено что это такая же ситуация что он будет тоже написывать этот кстати который мне писал спрашивал куда я пропала у которого у которого там женой какие-то терки и я ему сказала что вот я это на тот момент я только начинала болеть то я сказал что я болею и глуптора еще не ходила помните тогда когда еще флюшку искала где сделать и он мне тогда сказал что дай мне знать если тебе нужны какие-то лекарства еще что то я тебя оставлю на крыльце но это если вам перевести да то это ничего не значит то есть это просто пустой звук тоже когда реально хотят помочь не спрашивают что конкретно тебе нужно какое время тебе доставить помочь ли тебе там записаться к доктору еще что то есть начинать проявлять какую-то какую-то активность внимание да и уж тем более не пропадают потому что он вот это вот оставил еще и больше он не спрашивал не пытался узнать как у меня дела ну скорее всего я думаю это связано с тем что он просто трекует мой youtube он смотрит видео и он ведь просто это да долго не выкладывала да не до youtube было и он и она просто спасибо куда делась а сейчас увидит видео идут и как бы ну это не серьезные конечно отношения вот поэтому можно даже в принципе вообще туда в ту сторону не смотреть а мне подружка потому говорит ой но я ей рассказал про эту ситуацию она говорит ой ты слишком предвзято типа мужиком это если я говорю да что ты я говорю а как в каком смысле то есть ты это ему нужно только как говорится в здравии в хорошем настроении а остальное как она противоречит сама себе когда ее муж ее не поддерживает в каких-то до ситуациях когда и реально нужна поддержка она обижается и она даже порывается от него уйти а мне она совершенно по-другому говорит да что типа я придет а нет я не придет а я чувствую примерно то же самое что если мужчина не хочет участвовать в моей жизни помогать мне решать какие-то мои проблемы зачем он мне нужен то есть не понимаю смысла вот так что и я поэтому и не говорю ой все нормально типа ты это нет я говорю конкретно что меня беспокоит и смотрю их реакцию то есть его интересно вообще это как они хотят поучаствовать помочь мне как-то еще что-то если мне это не интересно то мне тоже не интересно вот ну все больше бы никого так есть женихов не встречала так всем машу ручкой всем улыбаюсь как бы из покупок я уже приготовила салат очень вкусно из той травы которые в таком большом брикете я покупала ну там там вот смесь вот этих листьев я значит помыла вот эти листочки два пучка потом помидорку половинку нарезала авокадо половинку нарезала сыр вот этот мексиканский стайл он уже тертый немножко покрошила сухарики вот эти крутоны добавила и заправку вот эту раньше которую я большую показывала очень вкусно я прям вот такую лоханочку приготовила и он такой мне кажется помидоры сладковатые и вот соленый сыр соленый куртон и сладковатый помидор нейтральные листочки и авокадо который впитывает себя и сладкое и соленое этот прям знаете очень много для рецепторов вот это очень много вот таких ярких вкусов интересных для вкусовых до рецепторов и мне кажется это идеально вот для 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 чего угодно и ужина и завтрака и обеда мне кажется это универсальное блюдо салат это универсальное блюдо его в любое время можно есть мне очень понравилось а на десерт я хочу сегодня утром просто уже перекусила это типа обеда у меня получился ну ланч поздний такой в качестве десерта я хочу приготовить мусс я хочу приготовить смешать то есть покрутить банан может быть добавить немножечко мороженого туда добавить чуть-чуть сметанки может быть чуть-чуть творожка кокосового молока ну сгущенки не знаю может не на то что это сильно сладко будет и взбить это очень хорошо и добавить туда как эту миндальную стружку и мне кажется будет очень вкусно вот как десерт вот просто мусс такой домашний буду очень вкусно еще положу в такую у меня такая есть рюмочка для десерта она такая высокая и широкая то есть из нее не пьют а вот едят из нее как бы для таких десертов она сделает тоже кстати в доллар три покупал очень толстенькая стекло не вот так что можно 8 марта все-таки у нас еще 8 марта не закончилась еще продолжается поэтому можно баловать себя и такой десерт делать вот с покупных продуктов конечно всегда вы больше себе сделаете еды чем вот готовая когда подида я понимаю вот в трейдера джоуз многие хвалят да мне тоже нравится но если вы там просто быть купать готовую еду это очень невыгодно то есть это все равно даже это не так уж и дорого но это невыгодно если вы покупаете продукты и сами готовите вот что в этот раз я ничего лишнего не брала я просто купила более разнообразные продукты конечно как бы закупаться на длительный период еще и чревато то что некоторые продукты могут например подпортиться да но надо трековать смотреть что подпортилось быстрее может быть есть но почему допустим не ходить каждую неделю каждую неделю просто подкупаю что-то по мелочи два-три каких-то продукт тогда которые не там нужны вот а так так себя закупила и я могу уже из большого разнообразия продуктов себе какое-то блюдо а когда вы ходите каждую неделю вы берете какое-то ограниченное количество ингредиентов и соответственно у вас уже меньше в меню продуктов то есть меньше можете задействовать продуктов когда вы больше в разнообразник покупать его вы можете много чего добавить в тот же салат например или например я сегодня салат а завтра хочу например плов там с печенью сделать да или борщ сварить или еще что то есть там уже очень большой спектр большое разнообразие продуктом целая сорти поэтому когда вы покупаете вот так вот на месяц у вас больше как по более разнообразное меню складывается а так вот будь его каждую неделю ой мне вот это на борщ вот это вот не на салат вот это это а так раз у вас вы открываете холодильник у вас все есть то есть так тоже удобно принципе но из того чтобы подкупать но хлеб например вы же не будете месяц держать одну ту же буку конечно хлеб свежий если вы едите хлеб например корм собаки ну сейчас у него пока есть но вот как закончится то есть я сегодня не стала закупать то что еще есть у него корм минералка у меня может закончиться да там раньше чем там через две недели там три бутылки я купила но я ее разбавляю лучше из бутылок ну красно две недели мне вот минералку можно докупить там сыр я сомневаюсь что надо будет упать я его сильно не налегаю на сыр вот в том-то и дело в чем фишка да кушать немного и разнообразно то есть не налегать сильно на один и тот же продукт то есть не есть слишком много сыра не есть слишком много там рыбы тоже тоже рыба если есть каждый день на все равно спросите всех этих нутрициологов диетологов так далее по здоровым питанием это не лучшая затея то есть лучше всего чередовать и рыбу и мясо и какие-то веганские блюда то есть миксовать именно вот разнообразие но и главное по количеству просто чуть-чуть можно даже больше приемов пищи но по чуть-чуть чтобы не растягивать желудок мне кажется не получается что затем постоянно что-то жевать я например не очень я вот если утром перекусила то потом только в обед я приезжаю то есть я голодная могу поесть потом рука вечером и перед сном если голодная тоже я не буду голодная ложится я все равно чего-нибудь схвачу но так вот это бывает не часто что прям сильно перед сном голодная если поужина я поужина то есть ведь я тоже шесть-семь раз не ем день но три-четыре раза можно что-то там да особенно допустим если полдник у вас второй завтрак можно и полдник просто добавить но есть сварящий что на полдник может быть одно яблоко а например перед сном вы можете пить стакан кефира я пробовала меня хватает на два-три дня и я не могу потом этот кефир в себя впихнуть просто вот именно на ночь я один раз поем потом мне долго долго не хочется на ночь есть это бывает изредка я подстраиваюсь под свой организм то есть стараясь не игнорировать если он голодный он хочет есть я конечно покормлю то есть я конечно что-то приготовлю поем или на крайняк что-то где-то готовое съем но им да не буду сама себя морить кода колдом но в то же время когда вот мне бы не здорово у нас у меня не было аппетита я впихивала только в себя чтобы просто организм не загубить то что когда вообще вы полностью вот первый прекращайте еду организм сыхается до весь то есть и желудок там слипает стенки на друг другу прилипают и это все вредно конечно это организм истощается таким образом поэтому я стараюсь если уж вообще нет аппетита но хотя бы бульон я приготовила я тогда всю неделю я вливала себя этот бульон до вливала но нас не носила в организм что прям вот надо обязательно что-то поесть нет хотя бы бульон хотя бы чай хоть что-то но если не хочу есть я не ем просто смотрю по времени там было в принципе понятно что когда организм немножко прибаливает аппетита нет хотя бывает многие начинают отъедаться наоборот ну ты не хотела такую твердую пищу может быть я не могла есть но вот бульон а потом пару дней или три дня вообще ничего не ела только немножко пила лекарства и воду наверное потому что ну чай верни потому что просто уже я от бульона мне тоже уже не я не могла бы есть у меня даже до сих пор в банке остался чуть-чуть бульона и мне придется выбросить потому что уже старый у них две недели стоит вот и до такого что я не могла даже бульон не хотел вообще все организм отметал но это значит ему надо уже самому просто таким образом он может быть себя лечит или еще что-то мы дать ему этот период эту передышку но два-три дня понятно это ладно но не две-три недели конечно когда вот до такого чтобы я стараюсь есть у меня нет аппетита все равно что-то немножко конечно съесть то есть короче смотрю по самочувству и как правило меня нет такого расписания что обязательно должна вот с такого по такое поесть нет то что один день я успеваю дома позавтракать другой день я беру на работе на работу на работе сразу не получается позавтракать что дела потом ближе к обеду только завтракаешь соответственно приезжаешь на обед кушать не хочется на вечер переносишь когда как поэтому это может быть и не назовешь совсем здоровым питанием в плане здоровым питанием таким здоровым режимом скажем так не по расписанию но может быть оно и полезно как в одно и то же время вставать и в но это же время ложится может быть но не всегда получается найти вот ну ладно короче пойду сейчас я десерт не хочу я только вот я вот сижу кофе пью я вот сижу пью кофе погода чудо сегодня не жарко не немножечко пасмуро не солнечная погода но вот тепло хорошо я даже вот сняла вот эту вот ковтюшку не жарко но немножко в ней душновато было не жарко то что солнца сегодня не то есть солнце 7 перепекает то не жарко но все равно вот это немножечко душновато да у меня даже немножко погода ой погода группа температура поднялась в квартире 73 уже по фаренгейту уже за эти если раньше свитер натягивала дома то сейчас я футболки хожу сейчас нормально в 73 нормально вот если потом 7475 будет прогреваться придется уже включать кондиционер потому что собака собака уже сегодня дышала вот так язык вывалила наверное и жарковато при 73 не знаю надо понаблюдать если вдруг все что я включу кондиционер или вентилятор хотя у нас вентиляторы везде стоят вот ну ладно сегодня в прямой эфир тоже не выходил дел по горло потом еще ходила в банк там карточку я сегодня свою от активировал что я не могла по какой-то причине активировать она посмотрела скал до был такой бизик какой-то сказали что перевыпустят а мне автоматически все могу не париться они умеют они мне пришлют ее по почте когда нужно время обновления то есть следующий месяц когда она уже не действительно именно вы пришли до до стечения этого месяца нам не сказал поэтому в принципе поверенных словах вот не знаю почему такой маленький короткий срок этой карты далее у меня же ее хакнул кто-то карту и оттуда что-то списалась и я подала заявку чтобы они расследовали и они как бы эти все деньги вернули туда которые были то есть они посмотрели откуда какие транзакции или что и они вернули и я ее больше не использовала 100 момент у меня просто она погашается частично у меня на нее платежи автоматически каждый месяц списывается с дебетовой я вообще не буду я сейчас кредитной карты не пользуюсь вообще вот но я просто думаю но если вдруг мне что-то надо или на нее положить деньги как-то за что-то заплатить то что бывает так что с одной на другую надо перекинуть я поэтому пошла и проверил что это почему она не активируется она говорит ну что-то там да какой-то глюк был вот короче все сделали она готова у вас показано как будто она используется я говорю потому что на нее платежи и поступают регулярно поэтому я говорю не могу физически использовать потому что она не активирована и я и показала свой интерфейс телефоне как я вижу в приложении ага ну да то понятно она исправила вот а потом еще и мне там один вопрос банки тоже надо решить но это она уже на следующей неделе в этот раз я не стала спрашивать мне просто немножечко это но новенькая видимо она еще учиться сидит некого вопрос надо мне надо чтобы специалист посмотрел который уже там я поэтому другой день схожу посмотрю может быть то что сегодня все-таки пятница все типа там а мало народу один там сотрудник вот на кассе один вот в зале вот мне туда надо не взяли в кабинета где них вот мне они на кассу на там не взял надо потому что туда вот в кабинете потому что как раз таки мне там по вопросу который специалист должен посмотреть то что они иногда и советы дают и так то есть как бы обращаешься они так посмотрят по куме какой-то вот ну и своим бумажками может быть сегодня даже посижу может быть я сегодня даже посижу и что-то сегодня сделаю вот просто для одной бумажки мне там нужно как-то сориентироваться с мне там платеж надо сделать я пока не знаю потому что все зависит от того сколько я получу что у меня каждый раз чеки разные не знаю надо подумать как лучше сделать но надо этим заморочиться чтобы как бы не в последнюю минуту все это хотя бы какое-то время подумать как это сделать лучше и потом я хочу вот эту кредитку полностью погасить то есть чтобы уже просто как нормально и использовать до 30 процентов просто будут покупать какие-то продукты и обратно потом власть там этот месяц следующий месяц там и кредитную историю улучшать он потому что допустим по кредитной истории может быть я захочу через пару лет взять и уморничка то знает да допустим не захочу продлевать аренда то что аренда поднимается очень сильно сейчас вообще это такое люди стали жить как гастарбайтеры в десяти ром потому что невозможно если ты один допустим невозможно платить и стопу сколько должен зарабатывать чтобы покрывать это все то что если ты хочешь один жить ты должен в три раза больше зарабатывать чем твоя аренда ну по правилам где взять то вот поэтому скажешь такая ситуация и да из домами то же самое дома подорожали но там просто понимаете с домами проще оплата то есть там месячный платеж будет в любом случае меньше чем ты аренду платишь в любом случае будет меньше и ты также можешь его в любой момент продавать там и так далее сейчас пока нет конечно и в этом следующем году скорее всего нет ну там видно будет там видно будет ладно все закругляюсь и увидимся с вами в следующем видео все есть какие-то вопросы спрашивайте по ценам по там парень на парень где и так уже по ум отвечала вам я расписывала кому интересно сколько я за что плачу поищите видео как я переехала в америку там у меня есть видео в этом плейлисте сколько я плачу в месяц и там я все все свои платежи озвучивал то есть как бы они не особо изменились с тех с тех пор как бы они такие же высокие вот поэтому даже сейчас уже вяжгу часть сейчас есть тенденция к повышению этого конечно зарплата просто она не увеличивается в таком с такой скоростью как увеличиваются цены вокруг поэтому такой как бы дисбаланс потому что если бы и зарплата также росла хорошо другое дело а так вот на пляж еще рано ехать я думала об этом я наверно пляж буду ездить начиная с апреля с апреля с мая все нормально наверно да со следующими март еще все таки рановато марта рановато при можно уже будет подумать на 1 все всех целу обнимаю всем пока